Форпостом России на Кавказе была Грузия, вместе с Россией она сражалась против кавказских народов. Поэтому еще один я хочу момент напомнить нашим грузинским соседям. Ни в одной войне в Грузии, ни в одной войне, которую вы вели за последний промежуток времени, за вас не сражался ни один батальон какого-либо народа, кроме чеченского. Всегда во всех этих войнах с вами вместе сражались чеченские отряды. И в той самой войне 2008 года, на стороне Грузии, против России, сражался чеченский отряд. Ну что, прокомментирую эфир грузина с дагестанцем, где тот говорит, что воевал в Чечне. И 300 тысяч убитых мирных людей являются ваххабитами и террористами. Ну, я видел, конечно, я это видел, мне это присылали, причем повально, на год обратной связи. Что здесь можно сказать? Я думаю, моя точка зрения по этому предельно ясна. Этот человек, который разговаривал с этим грузином, этот представитель Дагестана, он является обыкновенным предателем. Это обыкновенный мерзкий преступник, это человек, который сам против себя засвидетельствовал, причем сделал это публично. Его положение, в принципе, предельно ясное. Конечно, этот грузин, не помню, как его звали, он очень эмоционально, но в целом его позиция была правильной. Меня сразу насчет этого грузина скинули там еще какие-то его ролики, где он разговаривал также с чеченцами, там, упрекал чеченцев за что-то. То есть, этот человек тоже с какими-то определенными крайними взглядами, так скажем. Здесь, в этом плане, в разговоре с этим представителем Дагестана, он, конечно, был прав. И это его точка зрения нам импонирует. Но в других каких-то местах он говорит вещи, которые, знаете, разжигают какую-то вражду между грузинами и чеченцами. И это тоже вещи недопустимые. Нам нужно понимать, что наша история взаимоотношений с грузинами, она имела очень много таких негативных каких-то моментов, но при этом, при всем нам все равно удалось сохранить между людьми, между народами, сохранить очень теплые отношения, добрые и теплые отношения. Чечня всегда была опорой для преследуемых грузин. И Грузия в последних событиях стала для нас тоже очень хорошим пристанищем во время войны. Поэтому нам очень важно это сохранить. И нельзя ни в коем случае разжигать какую-то вражду между нами. Много есть каких-то моментов, которые мы можем сейчас вспоминать и из-за этого упрекать друг друга. Но есть и очень много тех моментов, которые нас сближают, и нам лучше сохранить именно это. Грузия во все, кстати, кавказские войны, с самого начала кавказских войн, форпостом России на Кавказе была Грузия. Вместе с Россией она сражалась против кавказских народов. Поэтому мы сейчас будем смотреть вот в эту историю и предъявлять из-за этого друг друга претензии. А я там вижу, что нам предъявляют претензии за участие наших добровольцев в грузинно-кавказском конфликте, за участие чеченцев в российской армии, которые служат российской армией, то есть предателей, участие их в войне в 2008 году. Им отвечают тем, что, а вот нас там высылал Сталин, значит, Берия, Гвишиане, они были грузинами, упрекают историю кавказских войн. Нам с вами нужно вспомнить, что, несмотря на все это, несмотря на вот эту историю с Кавказской войной, тем не менее, как-то веками мы очень дружно жили и как-то умудрились сохранить вот эти теплые отношения. И преследуемые в Грузии по причинам кровной мести вендетты грузины находили убежище среди чеченцев. Всегда так было. В некоторых обществах Грузии даже по сегодняшний день практикуется вендетта. И когда происходило что-то такое на территории Грузии, грузины приходили в Чечню к чеченцам, принимались. И сегодня даже есть те люди, потомки тех грузинов, которые уже стали частью нашего общества. Поэтому вот это вот очень важно, эти моменты сохранить. Нам не нужно разжигать вражду. История с участием чеченских добровольцев в грузино-абхазском конфликте, она вообще неоднозначна. Там этих чеченцев нельзя вообще обвинить в этом, потому что они не участвовали в этой войне против грузин. Вы, грузины, должны понимать, как для нас это выглядело. Для нас это выглядело так, что Россия поставила в Грузию своего человека Шеварнадзе, изгнала оттуда законно избранного грузинского президента Гамсахурдия, и пытается таким образом взять под контроль грузин Россия. И вот теперь есть небольшая часть Абхазии, это вот небольшой народ, который не хочет быть под контролем России. Он не хочет стать частью России. И поэтому они вот борются за свою независимость. Вот так это нам представлялось. Да, конечно, нас всех там лоханули, всех нас, всех кавказские народы, всех нас переиграли. В итоге мы, конечно, видим, что с этого получилось. Мы видим, что Абхазия на самом деле это российский сателлит сегодня, оккупированная территория Грузии. Но на тот момент это выглядело совершенно не так. Потому что Шеварнадзе, он действительно был российским ставленником, бывший министр иностранных дел Советского Союза. Действительно избранного грузинами президента изгнали. Я хочу напомнить, что Гамсахурдия, когда его ни одна страна, окружающая Грузию, не принимала, боясь гнева России, ни Армения, вроде как Грузия является христианской страной, христианская Армения не принимала Гамсахурдию. Он находился тогда на территории Армении в подвешенном состоянии. Его могли в любой момент выдать, его не принимали. Ни Азербайджан, который сегодня находится в близких отношениях с Грузией, не принимал Гамсахурдию. Ни православная Россия его не принимала. Джохар Дудаев отправил за ним борг номер один в Армению, привез Гамсахурдию вместе со своей семьей на территорию Чечни. И его семья до последнего проживала на территории Чечни. А когда он был убит в Грузии, государственную комиссию, возглавляемую вице-президентом Зелимханом Яндербиевым, Джохар отправил в Грузию для того, чтобы они провели переговоры, договорились, эксгумировали тело и привезли его в Чечню для захоронения. И эти переговоры были проведены, договоренности были достигнуты, тело Гамсахурдия было привезено на территорию Чечни, и с почестями он был похоронен как президент Грузии. Поэтому это важные моменты, на которые мы не можем на них не обращать внимания. И я поэтому прошу наших соседей из Грузии ни в коем случае не пытаться из этого какую-то вражду строить. Да, у нас есть какие-то моменты, не совсем понятные для грузин, может быть сегодня это выглядит немного радикально, так скажем, вы на это смотрите. Но вы должны понимать, что чеченцы, которые ехали в Абхазию, не ехали сражаться с грузинами. Они не ехали туда убивать грузин. Для них это было представлено так, что они едут туда сражаться против российской агрессии, применяемой в отношении Абхазов. Это вот так было. И мы помогали им, учитывая, что вот мы пытаемся освободиться от России, она не хочет нас отпускать. И Абхазы тоже не хотят быть частью России, поэтому мы им тоже поможем. Вот так туда ехали эти добровольцы. Поэтому ситуация далеко неоднозначная. Сегодня мы, конечно, признаем, что это было ошибкой, но это не было преступлением тех добровольцев, потому что они были просто введены в заблуждение. Что касается 2008 года, то это вообще не стоит даже комментировать. Это российская армия. От того, что они по происхождению являются чеченцами, они в первую очередь убивают чеченцев. Они в первую очередь наши враги, чеченские. Они для нас такие же враги, как и для вас. Поэтому мы не то что к ним не причастны, мы их ненавидим. Мы вместе с вами присоединяемся к вашей ненависти в отношении этих людей. Это российская армия, какого происхождения они не были. Поэтому, в общем, я думаю, мысль моя услышана. Давайте не разжигать вражду, а наоборот пытаться как-то сохранить те теплые, дружественные, добрые отношения, которые между нами сохранились. И еще бывает, часто звучат такие, знаете, вещи, как типа вот эти наши друзья там, а вот типа эти чеченцы нам типа не друзья, они там что-то делали. Я ни в коем случае не против того, чтобы были какие-то хорошие и дружественные отношения между грузинами и представителями других кавказских народов. Это как бы мы только приветствуем. Но это не надо противопоставлять нашим отношениям. То есть не так, что вот эти нам, значит, друзья, а вы нам нет. Нет, так не надо. Там отношения укрепляйте, дружите. Это нормально. Но не в противопоставлении нашим с вами отношениям. Мы можем все вместе как бы быть в хороших отношениях, а не так, чтобы мы выбирали либо с этими там, либо с теми. Еще один я хочу момент напомнить нашим грузинским соседям. Ни в одной войне в Грузии, ни в одной войне, которую вы вели за последний промежуток времени, за вас не сражался ни один батальон какого-либо народа, кроме чеченского. Всегда во всех этих войнах с вами вместе сражались чеченские отряды. И в той самой войне 2008 года на стороне Грузии против России сражался чеченский отряд. Поэтому это тоже момент, помните об этом. Помните также о том, что на территории Грузии проживает немалочисленная чеченская диаспора, и она является частью грузинского общества. Они являются гражданами Грузии. Они говорят на грузинском языке, как и на чеченском, и полностью интегрированы в ваше общество. Это те люди, которые защищают и защищали ваши интересы. В общем, надо пытаться сохранить эти отношения, а не разорвать их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok